Я не верю в это, потому что я верующий человек в Бога. Я как мусульманин, я не верю в такие вещи, что можно человеку жизнь продлить. Это неправда. Но те, которые этим занимаются, искусственно, как вы заметили, я, конечно, им хлопаю, потому что нужно с чем-то заниматься, мне кажется. А так перспективы в этом не вижу, кроме смеха. Мне кажется, я не хочу сейчас обидеть атеистов, друзей наших. Это одни из форм атеизма. Это отторгание от Бога. Как можно человеку жить? Невозможно мозг оживить. Я не знаю, собачий мозг оживляет. Говорят, этот теперь человек пойдет жить. Я не представляю, я с детства воспитанный по-другому, и обычный по-другому, и верю по-другому. И эта вера общая, я считаю. И в этой вере не было того, что человек может жить еще, умереть и еще продолжать жить. Ну, не знаю, это было бы какое-то сущие, какие-то непонятные для меня. Действительно, нонсенс для меня. Поэтому на что я образован, на что я уверен или на что я верен, в нем нет, не присутствует вот это понимание. Конечно, это очень сложная тематика, потому что каждый хочет, конечно, заниматься. Каждый человек успешный. Я говорю, политический лидер или король, или президент, или богатый человек. Он хочет продолжить жить, конечно. И мы хотим, например, чтобы любимый актер, любимый артист, или любимый человек жил, или наш отец, или мать, или бабушка, чтобы жила, 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 больше, больше жила. У меня, например, бабушка, которая за 90 лет, да, вот, вот, и, ну, она, она все прожила. У них правнуков столько, она даже, ну, не знает, сколько, что, да. Вот она говорит, вот, я помню, когда мне было 10 лет, 15 лет, да, а вот то, что сейчас не помню, ну, простой пример. Потому что это явный признак, что мозг не оживляется, мозг, он уходит, понимаете. Ну, поэтому, как он не горе было бы, но мы должны признать так, что мы смертны. И, конечно, те, которые не хотят это торопить, я их приветствую, потому что это их право. Я не могу их осуждать. Это их право, ты верно, я их хлопаю. Но я в нем не буду присутствовать, я знаю в этом. Но я никого не призываю в этом, просто я себя в этом защищаю, что это не для меня, не для меня все. Даже если это там скажет, вот, Эльбурс, оказывается, действительно это так, все вот оживляет, я скажу, нет, давайте лучше похороните меня, как есть все. Потому что это не для меня все-таки. Меня учили по-другому, что жизнь в другом месте, вот и все, как бы, да, как и многих религиозных людей, верующих в этом плане. Так что я на том, на том жизни лучше приготовиться, чем в этой жизни, как в этом плане. Чингисхан тоже верил в это, говорят, 300 лет можно жить. А когда с монахом поговорил, он почти не разочарован был, он почти был рад, потому что он внутри чувствовал, что невозможен человек в 300 лет. Он сам видел в 300 лет дерево, и он не понял, почему, как это, и как может человек вот так стоять и жить просто. И когда ему монаха привезли, и сказал, монах сказал, ну, это неправда, что в 300 лет человек нет такого же. И как бы Чингисхан сказал, да, это я верил в это, я для этого теперь и буду в спокойном сердце, да, жить. Потому что когда говорят, вот есть препарат, все, ты можешь 100 лет жить или 200 лет жить, мне кажется, это нарушение какого-то дисбаланса в своей, ну, в духовном мире, как бы, да. Поэтому, мне кажется, душу нельзя трогать, и так душа наша слишком хрупкая, что травить этим, я думаю, не надо. Мое мнение, я не верю в это, и у них нет перспектива в этом, вот и все. Спасибо.